Дорогие друзья, давайте мы скажем славу нашему Господу за этот день, за этот праздник, сообществия Духа Святого. Это тот день, который был предсказан некогда Роком Иоилем, да, о том, что Дух Святой сойдет на всякую плоть. И день Пятидесятницы, вот многие, да, исследователи Библии, богословы, пятидесятники ли, баптисты ли, православная ли церковь, католическая ли церковь. Вот здесь все динаминации христианские, они объединены и единомысленно говорят о том, что церковь родилась в день Пятидесятницы. Слава нашему Господу! Пятидесятница – это есть рождение церкви, схождение Духа Святого – это есть рождение церкви. И это великий праздник, данный Богом для нас. Давайте скажем славу нашему Господу! И, как я сказал, это было предсказано Роком Иоилем о том, что сойдет Дух Святой, и в отличие от того, что было до этого, он сойдет на всякую плоть. До этого Дух Святой сходил на каких-то особых людей, помазанников, на царей, на пророков. Мы помним, как Саул, его помазали, и он вошел в сон пророков, начал пророчествовать. И сказано, что сердце у него другое стало. На Давида сходил Дух Святой. И на многих людей Божих, на пророков, на избранных сходил Дух Святой. Но не на каждого, не на всех желающих была разница. Но пророк Иоил, он предвозвещал, что настанет такой момент, когда это будет доступно всем. Слава нашему Господу! «Христос говорит своему ученикам, лучше для вас, чтобы я пошел, и я умолю Отца, и даст вам утешителя». Кажется, ну как так? Как это может быть лучше? Вы представьте, с ними был Христос, чудеса. И порой даже мы сегодня, мы оглядываемся на то время, когда был с ними Христос, и где-то мы завидуем ученикам. Но Библия, она говорит обратное. Но Христос говорит обратное. Христос говорит, лучше будет, если я уйду, но Дух Святой придет. И Он обличит мир о правде и о суде. Друзья, вот это время, которое началось со дня Пятидесянницы, это благословенное время. И Христос говорит, что это блаженное время, это славное время. И мы живем вот в этот период. Давайте мы скажем, слава нашему Господу! И мне сегодня хотелось бы говорить в продолжении той мысли, что говорил Андрей, только немножко под другим углом. И я назвал так свою проповедь, «Стань исполнителем». И тут скажу какую-то, наверное, вначале оговорку небольшую. Оно где-то, какие-то моменты, что я буду говорить, это прежде всего то, что я вижу в себе. Оно, знаете, как-то у меня такое последнее время, такой период такой, что у меня все как-то о покаянии. И это не потому, что я всех вижу там плохими, еще что-то. Это я и себя вижу плохим. Вы не подумайте такого, что это, ну, оно как-то, знаете, есть в чем каяться, есть в чем менять, есть в чем помоги Иисусу. И праздник Троицы, знаете, он тоже такой некий, бывает, двоякий для меня. С одной стороны, то, что говорил я до этого, это, да, действительно так. И Библия так говорит. Это прекрасный праздник. И мы видим, как сердца апостолов, да, людей, которые были испуганными, робкими, которые боялись, которые спрятались вот в этой коморке, и они были бессильны. И как в один миг меняется все, вообще в их жизни, меняются сами эти люди. Мы видим, как они проповедуют. Мы видим, какая церковь родилась, вот эта первоапостольская церковь. Друзья, это великое чудо Божие, слава нашему Господу. Но в чем двоякость, ну, вызываясь, по крайней мере, в моем сердце, в том, что где-то, смотря сегодня на свое состояние, да, и где-то на церковь, мы, согласитесь, мы видим некую разницу между тем, что было тогда и то, что сейчас. И где-то мы видим, что не хватает в той мере. Да, мы переживаем общение Духом с Святым, вот. И мы чувствуем его присутствие, но... Есть вот этот момент, что хотелось бы больше, братья и сестры, правда? Хотелось бы больше. Хотелось бы больше. И мне сегодня хотелось бы обратиться к некоторым местам Священного Писания и немножко с вами порассуждать. И я обращусь к месту, это Деяние, первая глава, с 4 по 8 стих, это момент, когда Иисус Христос подходит, лучше на небо, написаны такие слова. Это был 40-й день после воскресения Христа. Написано, и собрав их, он повелел им, не отмучаясь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня? Ибо я крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не взъедли время Господи, восстанавливающего Царство Израиль?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которых Отец положил в Свою власть, но вы приметесь силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, но всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». И мы видим, что здесь Христос вам дает повеление своим ученикам. До этого он говорил о том, что им нужно всем вызвать, крестить людей, учить их, наставлять, возвещать эту благую весть. Но здесь он говорит, не торопитесь. Подождите. Остановитесь. Вроде бы у них есть поручение, да, великое поручение о том, чтобы внести всем благую весть, но Христос говорит, не спешите. Подождите. Вы должны дождаться определенного действия, которое я вам обещал. Вы должны дождаться того, что на вас сойдет Дух Святой. И с этим связано то, что они облекутся в силу. Давайте скажем славу нашему Господу. И когда написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. И, наверное, я думаю, что ученики, конечно, они были в таком, ну, удивленном состоянии. Это непонятно. Это нам маленько проще сейчас. Вот, как Андрей в пятницу говорил, да, мы уже понимаем, что это такое. Есть люди впереди нас, и мы уже, есть какое-то представление, что такое исполнение Духом Святым. Но эти люди, кто такой, да, Дух Святой, кто это утешитель? Что это такое, что это за действие такое будет? Чего-то надо ждать. Чего ждать? Как это будет? Что это будет? Да? Непонятно. Читаем первую главу, тринадцатый стих. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, и Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, и Яков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его. Вот там дальше написано, что человек около ста двадцати. И мне здесь хотелось бы проследить такую очень простую, но логическую цепочку. Христос сказал им ожидать. Христос сказал им, да, ждите, когда сойдет на вас Дух Святой. Что делают ученики? Они пошли, собрались, и что? Начали ждать. Они начали пребывать, написано, пребывать вместе. Вот. Проходит десять дней. Читаем вторую главу. Первый стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. То есть, что они делали? Вот прошло, представьте, десять дней. Они опять собраны вместе. И, вот, знаете, оно бывает, где-то мы задаемся вопросом, а почему как-то не хватает? Почему, ну, ну что, Дух Святой, он что ли, поменялся? Ну, неправда ведь, да? Такого не может быть. Написано, что Бог, он вовеки тот же. Неужели сегодня Бог не хочет изливать на нас Дух Святой в той же мере? Хочет. И, да, мы даже слышим часто и пророчества, и откровения, да, и Бог, он, наоборот, он призывает, он подталкивает свой народ для того, чтобы мы воззвали Господу. А почему где-то не так? Почему не хватает где-то? И, знаете, я так рассуждая, ну, опять же, о себе, прежде всего, я хотел бы обратить наше внимание на вот эту простую логическую цепочку. Вот. Христос им сказал ожидать. И они что сделали? Они послушались Его. Они послушались. То есть, они просто взяли и послушались. Вот. Это очень просто. Но порой, смотря на себя, это так сложно. Ну, правда. Тебе, ты какие-то ищешь, там, не знаю, какие-то особенные проповеди надо тебе послушать. Ты хочешь слушать о том, как же это прекрасно исполняться Духом Святым, да, и чтобы Бог, он благословил тебя еще, и так далее, и так далее, и так далее. Но порой упускается из вида самое главное. Просто взять и послушаться. Чего послушаться? Искать Господа. Прибывать в молитве, нуждаться в Господе, искать того, чтобы Он, на самом деле, Он исполнил тебя Духом Святым. Порой вот этого, он не достает. Порой мы ищем утешение, да, в каких-то, ну, разных вещах. И не находя утешение в Боге, мы ищем утешение, да, в каких-то земных вещах. А нужно послушаться того, что говорит Господь. А Господь, Он тогда учеников призывал, и сегодня также Церковь свою призывает исполняться Духом Святым. Давайте скажем славу нашему Господу. Вот, и это очень важно. Знаете, я бывает, общаюсь с людьми, и, ну, бывает, я слышу такую фразу от людей, что не работает. Как бы, вот вы говорите все одно и то же. Читаю Библию, молюсь, как бы, ну, не работает. И, и когда такое слышишь, думаешь, как так, ну, у меня работает, ну, как, как не работает-то. У всех работает, да, вот, кто-то впереди шел, еще что-то, да, у меня работает, у тебя не работает. И когда начинаешь общаться с человеком и узнавать, ну, а почему, что, что, что не так-то, да, почему не происходит ничего. И спрашиваешь человека, ну, вот ты, как бы, поступаешь по Слову Божьему, вот, как, как написано, делаешь? Не делает. Да, а порой уже, как бы, виновен Бог становится, что, как бы, не получается. Вот, и порой так бывает. И здесь я вижу, вот, в этом действии, схождение Святого Духа на учеников, очень важный урок для нас. Христос им говорил, что вы должны ожидать. Вы должны пребывать, никуда не идти, ничего там, куда-то своими делами не заниматься, не идти кому-то благовествовать, да. Вы должны ждать, пока на вас сойдет Дух Святой. Вы должны дождаться этого момента. И они что сделали? Они послушались его. И еще одно место мне хотелось бы зачитать в заключении. Это первое послание. Точнее, не первое, просто послание Якова, первая глава. И буду читать с 22 стиха. Написаны такие слова. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и перебудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И сегодня мы говорим о празднике. О празднике исполнения Духом Святым. О празднике сошедствия Духа Святого. И мне очень хотелось бы, чтобы мы помолились о том, чтобы нам стать вот этими исполнителями Божьего Слова. И как Писание, оно призывает каждого из нас исполняться Духом. Написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. То есть не увлекайтесь каким-то весельем, еще чем-то. Не ищите чего-то в этом мире. Но написано что? Исполнитесь Духом Святым. И мне хотелось бы, чтобы на самом деле мы сегодня где-то пересмотрели это в своей жизни и стали исполнителями этого слова. Мы приняли это для себя. И так же просто, как ученики взяли и послушались, так же просто и мы взяли и переменили это в свою жизнь. И начали больше искать Господа. Начали искать того, чтобы быть исполненными Духа Святого. Начали искать того, чтобы Дух Святой жил в нашем сердце. Чтобы эта благодать и радость, да, и то, что дает Дух Святой и любовь Его, она в полной мере, в обильной мере, она была излита в наши сердца. Это необходимо нам, друзья. Сегодня время, оно вообще, оно чем дальше, оно непростое. И мы это видим. Мы видим, как Господь, Он проговаривает эти вещи к Своей Церкви, Он обращается, что очень важно исполняться Духом Святым. Что очень важно быть исполненными Духом Святым. Мы это неоднократно слышим. Друзья, давайте мы как-то это для себя по-особенному отметим. И когда мы, да, где-то и дома, и в Церкви, мы будем, на самом деле, искать от всего сердца, Господи, исполни нас Духом Святым. Господи, благослови, это так нужно нам, братья и сестры. Мы нуждаемся в этом. Сегодняшняя Церковь, она не меньше нуждается в Духе Святом, чем первоапостольская. Сегодняшняя Церковь, она особенно в этом нуждается. Мир сегодня много вызовов кидает Церкви. Вот. И, ну, с разных сторон, с разных каких-то позиций пытается увести в Церковь какой-то либерализм, какое-то, да, такое мягкое состояние. Друзья, но не к этому призывает нас Бог. Но Писание нас призывает быть исполненным Духом Святым и быть Его светом в этом мире. Да, помочь нам в этом Господь. Давайте мы об этом помолимся и призовем Господа. Спасибо.